Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии. Впереди новая отправная точка в вашей судьбе. И всё начнётся 17 января 2017 года. Именно в этот день Солнце переходит под управление третьего знака, высшего зодиака, в созвездие Сфинкса, который располагается как раз на стыке двух знаков водолея и козерога. И пробудет там до приблизительно 23 января. Этот отрезок от 27 градуса водолея до 3 градуса рыб как раз и соответствует знаку Сфинкса. Особо почувствуют это те, кто родился в конце козерога, в начале водолея, и те, у кого в последних градусах козерога, в первых градусах водолея, находятся планеты и чувствительные точки гороскопа. Согласно мифам, Сфинкс – это жестокое мифическое чудовище, которое угрожало страшной расправой каждому, кто был не в силах разгадать его загадки. И созвездие это названо так не случайно. Впереди предстоит испытание проявления еще одной волевой точки или вехи, преодоление которой изменит картину вашей судьбы, вашего будущего, то есть во многом определит вашу дальнейшую жизнь. По легенде, Сфинкс – это такое полиморфное существо, сочетающее в своем облике четыре стихии. Задние ноги Сфинкса – бычьи, передние – львиные, его голова человеческая, а крылья – орлиные. Кстати, вы никогда не задумывались, что эти четыре составляющие Сфинкса поразительно похожи на боевые знамена четырех боевых отрядов, боевых колен израилевых. Рубена – человек, Иуды – лев, Ефрема – бык и Дана – орел. Но к Сфинксу символизм Сфинкса, конечно же, довольно сложный. И Сфинкс – это символ загадки, которую необходимо разгадать, символ вопросов, на которые необходимо ответить. Солнце является отражением нашего «я», нашего осознания, нашего духа, и поэтому решать загадку Сфинкса предстоит именно нам самим. То есть мы стоим на пороге какого-то важного испытания, и от его исхода зависит, каково наше будущее. Сочетание быка, льва, орла и человека в одном существе символизирует то, что для таких разгадок и ответов в помощь человеку высшими силами даются духовное начало, силы природы, животного мира и, конечно же, интуиция. Обратите внимание на сны и знаки в этот период. Возможно, что во снах будут даны какие-то волшебные помощники. В мистерии Сфинкса много всего, конечно, интересного, но нужно понять, как вот эта мистерия проявится именно в нашей реальности, то есть в наших буднях. Сфинкс ставит перед нами какую-то ситуацию, выстраивает определенные декорации, а мы должны решать кармическую задачу, принять какое-то волевое решение. Но именно в Сфинксе мы должны увидеть многовариантность событий и принять правильное решение. Именно сейчас становится особенно важным понимание своего предназначения и осознание, соответствуют ли наши планы и мечты предназначению и смыслу воплощения. То есть, принимая решение, мы должны предвидеть последствия, и понимать, поспособствует ли этот выбор нашему росту или инволюции. Привлечет он к нам удачу или же рок и фату. А в этом и есть суть Сфинкса. То есть, в знаке Сфинкса будущее открыто для подсознания во всем диапазоне. Будьте осознанны, выбирайте сами, доверяйте силам именно своим, силам своего рода, призывайте в помощь правильных помощников и пропускайте через себя чистые энергии ладования. В знаке Сфинкса можно получить любую информацию из прошлого, настоящего и будущего, но важно не стать её рабом. Знания о развитии любой жизненно важной для нас ситуации даны высшими силами, чтобы мы стали свободными в своей жизни и не тратили свои силы на какие-то тупиковые её варианты. Меркурий, отвечающий за наше мышление и анализ, сейчас в Козероге. Он сух, холоден, точен, непредвзят, сконцентрирован и целеустремлён. Усилятся эти качества на соединении Меркурия с Плутоном, которое произойдёт 29 января, то есть как раз на китайский Новый год. То есть Меркурий сейчас уже чувствует вот это соединение, и это нам в помощь. Это даст нам ещё больше беспристрастности и объективности. Секстиль к Нептону даёт интуицию, гармонию, причём гармонию сознания и подсознания, остроту восприятия. Но вспомним, что Меркурий сейчас проходит чертоги холода и чертоги тёмных зимних богов. Вспомним, что Меркурий, он же Гермес, он является не только проводником душ между мирами, между смыслами. Жезл Меркурия Кадуцель в оккультизме считается же символом ключа, который отворяет предел между тьмой и светом, добром и злом, жизнью и смертью. Но также Гермес является и покровителем воров и ночи, а также денег. Если вспомнить миф о Гермесе, то он постоянно что-то уворовывал у богов, едва родившись, будучи завёрнутым в колыбельное бельё, в туман рассвета, хитро, даже дерзко, я бы сказала, увёл стадо коров, то есть это светлые облака, у бога солнца Аполлона. А затем ещё и умудрился выторговать у него тот самый жезл и дар предвидения. И таких историй у изворотливого Гермеса множество. Как только он попал на Олимп, там стали происходить какие-то странные вещи. Арис стал ходить уже без меча, Посейдон куда-то надевал свой трезубец, на который привык опираться. Афродита во время утреннего туалета заметила, что куда-то пропал её набедренный пояс. Гефест не мог найти свои кусачки. И даже у самого Зевса, своего отца, Гермес вознамерился украсть молнию. Хотя и заслуг, конечно же, у Гермеса было немало. Если задуматься, то Гермес своим воровством обезличивал богов. Он забирал их смысл, их символы, их архетипы. Они то ли делают в нашем мире деньги, которыми, кстати, тоже управляет Гермес, он же Меркурий. Деньги искушают, низводят часто благие, духовные, просветляющие, какие-то высшие начала и действия до торгово-обменных сделок. Вы замечали, что настоящие ведуны не приравнивают свою помощь и силу к деньгам. Это и есть истинная помощь и передача силы или знаний. Они проводят, получается, энергию жива и рода. То есть, говоря о Меркурии, мы говорим не только о мышлении, анализе, а и о трансформации на различных планах бытия. Это я так аккуратно подвожу к тому, что, принимая решение в сфинксе, нельзя пойти на поводу у одного из проявлений Меркурия и истинные наши дары и таланты обесценить в монетке. То есть, я имею в виду, применять свое предназначение на материальную подмену. Например, социум нам внушает, что быть учителем – это, допустим, невыгодно или непрестижно. Идите в торговлю, в маркетинг, стройте какие-то корпорации. Или, как вариант, женщина должна выйти замуж, должна родить ребенка. Или, наоборот, женщина должна оставить семью, должна стать бизнес-вумен. То есть, поймите правильно, я не критикую эти варианты и не унижаю их ни в коем случае. Я призываю разобраться, в чем действительно ваше предназначение, в чем действительно заключено счастье и что принесет истинную радость душе. Астрология вам в помощь. Помним, что на небе сейчас актуальна оппозиция Уран-Юпитер, Тау-квадрат Плутона к этому символическому противостоянию весов гармоничных и воинственного огненного овна. Ну и опять же, тема выбора. Особенно аккуратными следует быть 19 января 2017 года, когда мы наблюдаем элангацию Меркурия. То есть, это наиболее удаленное его положение от Солнца. То есть, Меркурий тут наименее освещен и менее всего находится под контролем. Алилит в последний градус Экскорпиона, и вот-вот она перейдет уже в знак Стрельца 15 февраля 2017 года и станет уже искушать по духу, по духовным ценностям. Помните, что все планеты сейчас с 9 января до 6 февраля 2017 года, до остановки Юпитера, они директны, поэтому события происходят довольно-таки быстро. На решение задач Сфинкса будет немного времени. Помните, что впереди февральские затмения, что будут, естественно, искушения, и то, что будет разрушено в этот период, восстановлению практически не подлежит. Главное, помните, что именно вы сами отвечаете за свою жизнь. И, понятное дело, что в некотором смысле, конечно же, но основная ответственность ложится на вас. Ваше будущее находится в ваших руках. Бог наделил человека правом выбора изначально, и только вы сами можете увидеть свое эксклюзивное решение. С любовью и верой вас, ваша Настя. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, пишите вопросы в личку, будем разбираться. Счастливо! Продолжение следует...